Ну а я представляю моего гостя. Это человек, который знает о безопасности, я думаю, практически все. Это главный специалист отдела государственного пожарного контроля управления по чрезвычайным ситуациям города Шимкента, подполковник гражданской защиты Аскар Абдрахманович Жекеев. Здравствуйте, Аскар. Здравствуйте. Аскар, ну как вы уже мне успели немножко рассказать, у нас стартовал месячник по пожарной безопасности. Да. Что это за месячник? Какие мероприятия будут проводиться в этот период? Спасибо. Во-первых, у нас с очаровчивания начался месячник по пожарной безопасности на территории города Шимкента, где будут подниматься все вопросы о соблюдении мер права пожарной безопасности. Это на объектах с массово пребыванием людей, а также с жителями города, где в ходе месячника пожарной безопасности мы будем доводить до граждан, что нужно соблюдать и беречь свое жилье от пожаров, ну а также особенно детей без присмотра не оставлять. Ну значит ли это, что будет по квартирный обход? Это у нас будут подворовые обходы, где совместно с акиматами города Шимкента, а также нашими сотрудниками будут проводиться сходы, обходы подворовых и жилых домов. Ну вот вы сказали, места скопления людей. Считается ли школа таким местом? Обязательно. Объектом образования, у нас объектом с массово пребыванием людей считаются это объекты образования, объекты здравоохранения, торговые центры, торговые рынки, это все у нас называется объектом с массово пребыванием людей. Можно ли тогда в таком случае говорить, что в рамках этого месячника будет проводиться проверка этих объектов на противопожарную безопасность? Да, проверка у нас объект с массово пребыванием людей, согласно плану, обязательно он будет проводиться. Но как до этого было сказано, объекты образования, они у нас уже проведены пожарно-техническое обследование. Мы согласно календарного плана комитета червячей ситуации Министерства внутренних дел Республики Казахстан проводили их в особом порядке, это март, апрель, май месяц. На сегодняшний день сотрудниками управления червячей ситуацией, отделом государственного пожарного контроля проводим неплановое пожарно-техническое обследование, это по ранее выданному предписанию. А все-таки у нас есть школы, которым были выданы предписания? Да, да, да. Что это за предписание? Насколько вот то, что вы указали, действительно опасно для пребывания? В ходе, в особом порядке, когда мы проверяем, выявляется ряд нарушений правил пожарной безопасности, после чего мы обязательно составляем акт и предписание, где выручаем первым руководителям объекта, где ставятся сроки исполнения. Согласно этому сроку исполнения, первые руководители объектов должны обязательно устранять все недостатки указанного предписания. Ну а какое самое частое нарушение? Особенно у нас это частое нарушение, это у нас автоматическая пожарная сигнализация, установленная автоматическая пожарная сигнализация в нерабочем состоянии, отсутствуют договора по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, а также пути эвакуации загроможены различными предметами, ну и плюс объекты недокомплектованы перечным средством пожаротушения. И это все есть в наших школах? Это нарушения есть, конечно, в связи с чем мы обязательно вручаем акты и предписания. Ну а что касается детских садов, там тоже выявляются? Да, детские сады это тоже объекты у нас образования, тоже самые эти же функции работы мы выполняем. Скажите, пожалуйста, сколько у нас пожаров произошло в прошлом году? Или может быть с начала этого года? У нас в прошлом году за 8 месяцев по Южной Казахстанской области у нас произошло 570 пожаров, а в этом году у нас произошло 481 пожаров. Меньше намного? Ну, работаем, значит. Это точно. Ну а сколько из них произошло по вине детей? По вине детей у нас зарегистрировано 45 пожаров. 45? 45 пожаров, из них дает 15 миллионов 500 тысяч материального ущерба дает. Ну материальные, понятно, а были ли жертвы? Нет, к счастью, никаких человеческих жертв не было по детской шалости. В этом случае привлекаются ли родители к ответственности, когда идет пожар по вине детской шалости? Ну здесь уже, увы, извините, здесь уже рассматривают органы полиции, после чего они направляют свои материалы. То есть вы просто определяете причину пожара и передаете в полицию? Да. У нас есть, как говорится, лаборатория, где согласно лаборатории все смотрят, проверяют, дают причину пожара, и после чего сотрудники полиции, они обязательно направляют нам письмо о привлечении к административной ответственности после пожаротехнического заключения. Что бы вы пожелали родителям, которые нас сейчас смотрят? Ну что ж, во-первых, я бы пожелал родителям, чтобы детей без присмотра не оставлять, всякие спички, зажигалки подальше от детей ставить, чтобы вообще не подходили. Ну и соблюдать все требования права пожарной безопасности. А вообще, как правильно ребенка научить пользоваться спичками? Возможно ли такое? Или есть определенный возраст, с которым это можно? Лучше не учить, потому что спички действительно это детям не игрушка, действительно, оно так и есть. Оно так и говорится, оно и правильно говорится, что действительно спички детям не являются игрушкой. Ну, помимо бесед, есть ли еще какие-то, я не знаю, элементы, может быть, какие-то учебные пособия для детей специально, для детского возраста, которые вы разрабатываете? Да, у нас такие пособия есть, вы все правильно сказали, потому что мы совместно с Акиматом города Шенкент, а также с нашим управлением червячей ситуации, мы сделали памятки, памятки для объектов образования, для объектов лечебных учреждений, то есть здравоохранения, где в этом памятке все четко написано, что нужно делать, как нужно соблюдать все требования права пожаробезопасности, плюс какие действия при пожаре, куда нужно звонить, и в случае пожара, какие нужно действия проводить. Вот в этом красивом нашем памятке все написано здесь на двух языках, на государственном и на русском языке. Ну, это понятно, это взрослому очень интересно, а будет ли это интересно ребенку? Да. Или есть что-то особенное отдельное для детей? Для детей я бы еще хотел бы добавить, нашим сотрудникам, нашим коллегам, это главный специалист отдела государственного пожарного контроля, управленный червячей ситуации города Шенкент, капитан гражданской защиты Тоскар Афьер Кибулан Кинеспекович, разработал очень хорошую, красивую книжку. Эта книжка именно для детей, для начальных классов, а также для дошкольных учреждений, где он получил официальное письмо с Министерства юстиции, что он действительно является автором этой книги. Ну, в данный момент, извините, я забыл принести, но обязательно этой книге мы будем раздавать объектам образования дошкольных учреждений, плюс для начальных классов, обязательно будем раздавать. – Аскар Абдрахманович, ну, противопожарная безопасность, это понятно, но тем не менее, погода теплая держится, люди купаются. А я знаю, что в этом году было очень много фактов гибели на воде. – Было. – Как у нас с этим дело обстоит? – Купания на воде у нас действительно гибель людей очень много, в связи с чем также наше управление, а также наш департамент по чрезвычайной ситуации выезжали на места, где отдыхают, это аквапарки, а также в Тогосе мы были, где отдыхающие мы встречались, вручали им памятки о соблюдении всех мер и правил на воде. Вот, также эти памятки разработаны на двух языках, но, увы, все-таки у нас гибель людей есть, и для нас это колоссальный минус. – Ну, если не ошибаюсь, наша область держит печальной первой. – Да, печальная новость, это действительно стоит на первой, если погибли людей на воде. – Ну, спасибо, что были сегодня с нами. Желаю вам спокойной работы, без всевозможных ЧАЭС, чтобы у вас все было хорошо и спокойно. – Спасибо. – Всего доброго. – Спасибо.